Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет видео рецепт маринованного салата из маринованной свеклы. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Сегодня я буду делать заготовку на зиму в баночке. Это свекла. Изначально это салат такой. Изначально этот салат делался как бы заправкой для борща. Но с добавлением некоторых ингредиентов получается очень вкусная закуска на зиму. Для этого берется... Я отварила свеклу. Здесь 2 килограмма. Я ее буду натирать на терке. У меня килограмм лука, чеснок, перец, уксус, соль и сахар. Начнем. Поскольку у меня свекла уже почищена, отварена, я займусь луком. Лук я буду резать полукольцами и обжаривать на сковородочке. Жарить я его буду до... Чуть такой розоватенький, не бледный, а чтобы немножко был поджаренный. Ну вот. Значит, пока жарилось у меня, у меня жарился лук, я простерилизовала баночки. Ну вот раз побольше, поскольку я еще буду грибы мариновать. Теперь берем большую кастрюлю. Кастрюлю я люблю широким дном, чтобы она получше вся невысокая была и получше пропаривалась. Теперь, значит, что мы делаем? Берем, значит, наливаем масло. Ну, на килограмм где-то получается 4 столовые ложки, но у меня здесь 2 килограмма свеклы проварены. Значит, 8. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте сюда же. Так, теперь туда кладем свеклу. Вот так вот выкладываем. Теперь выкладываем. Мук. Этот салат вообще очень вкусный. Мы его, по-первых, маленькие в баночке делали, а теперь вот такие почти полулитровые. Семьсот граммовые, да? Семьсот она граммовые. Вот, потому что, если мужчина берет и кладет как добавка гарниру, то мы с Наташей едим его как гарнирчик. Кстати, очень вкусно. Теперь чесночок. Вот. Я его измельчила вот так вот ножичком. Перец. Чайная ложка значит на килограмм, а мы здесь где-то идем 2 чайные ложки. Это вот он как бы, я его называю, селитель вкуса. Раз. Два. Теперь добавляем мы соль, сахар. Значит, на килограмм 4 столовые ложки. Значит, у меня здесь 2. Раз. Два. 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 Четыре. Пять. Шесть. Семь. Давай семь. Свекла сладкая, делаем семь. И соли. А соли положим 2 столовые ложки. Вот так вот получается. Теперь мы это все перемешиваем и ставим на огонь. И где-то получается тушим и где-то минут 15. Уксус мы кладем только в конце. И все время нужно помешивать, чтобы она не пригорела. Такая вот салатик. В зависимости от любителя, кто-то может побольше, кого-то поменьше, чесночок. Ну, то есть все вот эти ингредиенты можно в зависимости кто как любит. И вот так вот получается. Вот такая вот красота. Кстати, салат очень вкусный. Очень вкусный. Вот перед самым окончанием уже наливаю уксус. Я на килограмм 4 столовые ложки. Вот. И, значит, получается 2 столовые ложки. Немножко вот так вот помешаем, пробулькаем и раскладываем баночки. И стерилизую я обязательно. Мы всеобщей стерилизуем точенькой. Вот. Стерилизуем где-то полчаса при 100, 10, 115 градусах. На большом огне не надо. Надо не маленьком таком. Вот он сейчас закипит и вот так вот мешаем. И вот такой вот у нас получается в баночке очень-очень вкусный салатик. Я всем очень-очень рекомендую. Его можно также добавлять, как моя мама сказала, в борщ или, ну, в какое-либо блюдо. Можно есть просто так. У нас все кушают его просто так, с большим-большим удовольствием. Вот такой вот вкусный у нас получился салатик. Я всем рекомендую его попробовать. Обязательно сделайте и напишите мне, как вам понравился или нет. Ну, а на сегодня я буду заканчивать. Всех люблю, целую и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok